Здесь мертвые помогают живым. Так переводится латинская фраза, которую будущие медики часто слышат на кафедре анатомии. В ванночке легкие человека, настоящие, никакой не муляж. В руках преподавателя фрагмент черепа. Студенты-первокурсники изучают дыхательную систему человека. У кого-то эти отверстия повыше, тому не повезло, у кого-то они в норме. А это анатомический музей. Здесь до 5000 препаратов по всем разделам анатомии. Все препараты натуральные. Коллекции всеразличных уродств, от циклопов до русалок. Скелеты, людей и животных. Внутренние органы, нормальные и с патологией. Свои лекции преподаватели подкрепляют наглядными примерами. Я показываю внутреннее строение почки. В центре прорывных исследований никаких настоящих костей и крови. Все исключительно виртуальное. Внутренний мир человека студенты изучают на интерактивном анатомическом столе. Это уникальная разработка Самарского медуниверситета. Это можно кожу убрать, мышцы убрать, сосуды. С 3D-моделью человека студенты могут делать все, что угодно и сколько угодно. Вырезать орган и вставить его обратно. При этом выглядит виртуальный человек, как вполне себе реальный. Каждая кость, она сканировалась, поэтому вся текстура настоящих костей, все сохранилось. Можно сравнить нормальный орган и патологический, посмотреть, как он выглядит на снимке УЗИ или под микроскопом. Это ни в коем случае не заменяет полностью биологическим телом. То есть на занятиях они используют и то, и другое. Но это как бы дополнение к обучению. Это шаг вперед и прорыв тоже вперед. От изучения основ к практическим навыкам. В учебно-производственном центре симуляционного обучения студенты учатся делать большие операции через небольшие отверстия. Сначала упражнения по владению инструментами. Здесь нужна определенная сноровка. А затем имитация настоящей операции. Все приближено к реальным условиям. Все манипуляции, которые происходят, передаются на джойстик. То есть сопротивление кости. То есть это не вслепую, не по открытому воздуху. Сопротивление кости передается. И аппарат учитывает даже, если будет высокое нажатие. Что способствует поломку инструмента. Он это показывает, выделяет красным. Прежде чем спасать жизни настоящим пациентам, студенты тренируются на специальных роботах. Компьютерный робот-симулятор очень похож на живого человека. Это, к примеру, мальчик 6-8 лет. На таких роботах можно отработать все клинические случаи, которые возможны в жизни. И даже если студенты ошибутся и робот умрет, то его всегда можно оживить. Чего с живым человеком сделать невозможно. В это время в соседнем кабинете бригада будущих неонатологов раз за разом спасает жизнь только что родившегося младенца. Не растеряться, а держать ситуацию под контролем. Даже самую экстремальную здесь учат именно этому. Полторы минуты и робот-малыш спасен. И значит, и этот клинический случай студенты отработали на отлично. Был мандраж, было много ошибок. Ну, впоследствии мы их отработали, сейчас вот довели до автоматизма. То есть, ну, мандраж, конечно, был. Еще ситуация, вот, звук как в реанимации, вот это все нагнетает обстановку. В советское время Самарский медуниверситет ежегодно заканчивали 900 врачей. Сегодня 1200. При этом область ощущает катастрофическую нехватку медицинских кадров. Обеспеченность врачами на сегодня всего 40%. В сельской местности этот дисбаланс еще заметней. При такой демографической ситуации мы сейчас вот имеем уже в некоторых сельских центральных районных больницах более 50% врачей, которые пенсионеры работают. А что будет через 3-5 лет? Сегодня молодой специалист по программе «Земский доктор» получает миллион рублей подъемных. 163 тысячи добавляет областной бюджет. Но и это не привлекает кадровый район. Скорая помощь и поликлиника, туда человек обращается в первую очередь. Но именно в первичном звене и не хватает специалистов. Большинство выпускников хотят работать в специализированных крупных клиниках. Ректор медуниверситета считает, что нужно не увеличивать количество студентов, а перераспределить специалистов. Может быть, какие-то поправки сделать, может, какие-то решения приняться, которые бы не позволяли главным врачам брать студента, вот он закончился тут, и сразу брать его, допустим, в стационар. Он должен три года отработать. Не по распределению, а в первичном звене. Иначе все это проходит мимо него. Создание благоприятных условий для привлечения кадров в районы сегодня в полномочиях местных властей. Если малые города хотят развиваться, им придется подумать о пересмотре муниципальных программ. Таков итог совещания. Редактор субтитров А.Семкин